Россия обратилась в ряд африканских стран с предложением выкупить назад все оружие, поставленное из России ранее. Африканские страны удвоили цену и Россия согласилась. Ну вот такие со всего мира приходят записочки, мягко говоря. Ну я так понимаю, что это действительное положение вещей. В России кончилось оружие, и сейчас путинцы пытаются это оружие купить где угодно за любые деньги. То есть у них нет ничего. Почему я знаю это, почему это не фейк, я не знаю, не подслушивал, о чем они говорили с африканцами. Я знаю, что перемещаются по российским железным дорогам. Это такой шмурдяк, вы даже просто не представляете. То есть там, я говорил, шли 131-е ЗИЛы, сейчас идут 130-е ЗИЛы. Помните, я угорал, что 157-е скоро пойдут. Вот я жду, не дождусь, когда будет сообщение о том, что потащили 157-е ЗИЛы там со всякого рода катюшами. Понимаете? То есть, когда сейчас начнут танки снимать с постаментов, что все для фронта, все для победы. Промышленности нет у Путина, военной промышленности тем более нет. Боеприпасы, я так понял, они в большей части свои расстреляли. Хотя у них был навалом, они их давно не уничтожали. Ну, остались еще авиационные ракеты, в большом количестве мы это знаем. Крылатых ракет очень много у Путина. Но крылатыми ракетами не сделаешь войну. Ну, если только они не атомные. Студентов Новочебоксарского техникуму во время ОБЖ заставили рыть окопы прямо во дворе политеха. Они якобы нужны для тренировки стрельбы лежа. Жуть, представляете? То есть, сейчас они там научат студентов окапываться. Кстати, это очень сложно, потому что, будучи солдатом, я неоднократно принимал участие в таких тренировках в школе сержантского состава. Когда было сказано, что сейчас вот вам лопатой окапываетесь, и через там полтора часа прибудут танки. Ну, там норматив полтора, что ли, часа прибудут танки. Мы бросились окапываться. Ну, копали, копали. И, конечно, за полтора часа вообще ничего не выкопали. Ну, так какую-то хрень. А танк спрятаться там было бы невозможно. Если бы не было других окопов, которые уже были стандартные, сделаны, то я не знаю, где бы прятались. И потом многократно, то есть, в норматив мы укладывались только, если в песке рыли окопы. Поэтому рытье окопы – это очень серьезный навык. И я думаю, что вот эти студенты навряд ли за один раз научатся это делать хорошо. Да и я не думаю, что они имеют представление, зачем они это делают. Более того, я не думаю, что тот, кто их заставляет, понимает, зачем он это делает. Представляете, конечно, то есть, вот этот патриотизм, ура, патриотизм такой, кандовый, да, он просто пролез везде, разъедает все, как ржавчина. И к патриотизму, конечно, не имеет он никакого отношения. С 1 сентября следующего года исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе, заявил глава Минпросвещения Кравцов. Прелестно, представляете, будут еще гимны петь они. Боже, царя храни, нужно гимн, конечно, не меньше. В начале каждой недели будут петь гимны. И пишут, что в Чебоксарах будет репетиция парада, прибыли росгвардейцы, выгнали каких-то кадетов, они их там с флажками встречают, как эти, значит, росгвардейцы успешно выполнили вот эту специальную военную операцию в Украине. Успешно, успешно остались с головой и с жопой. Потому что другие товарищи, которые неуспешно выполнили, лишились кто головы, а кто жопой, что, собственно, идентично в тех военных условиях. Удивительно. Просто я говорю, конечно, трагедия жуткая. Ну, это вот на смех пробирает. Понимаете, никогда фашизм, вот такой, как у путинских, да, там, гитлеровский фашизм, он не был смешным, он был страшным. А это все смешные какие-то, блядь, придурки смешные. Похороны в России подорожали на треть. Ну, понятно, что, во-первых, все подорожало. Да, поэтому обязательно похороны должны подорожать. Кроме всего прочего, похороны сейчас стало модно. Вот после, ну, из-за кампании в Украине. В Украине, представляете, сколько приходится хоронить. Скоро покойники в очереди будут стоять. И это чуть не всех везут. А, представляете, всех бы привезли и хоронили бы. Охереть, на полгода очередь была бы. Где бы хранили морозильники, там тоже была бы очередь. Так что, жесть. И говорят, ничего смешного. Ну, вроде ничего смешного. Ну, прет, прет, штырит прям от таких вещей. Думаешь, блядь, ну, виан какой-то, честное слово. Борис Виан. МВД заявляет, в России под видом беженцев хотят попасть участники военных действий на Украине. Я думаю, что никто не хочет попасть. У нас вот наш товарищ, который прорывался с оккупированной территории, слава богу, он прорвался, я уже говорю, со своими друзьями. То есть, это целая группа. Вот, они прорвались и находятся, слава богу, в Одессе. Стартанули из Херсона. Почему я постоянно имел сведения о Херсоне. Кстати, продолжаю тоже иметь, потому что там люди все-таки остались. У нас в каждом городе есть свои люди, которые передают информацию о том, что происходит. Так вот, у них первоначально была мысль прорваться, ну, не прорваться, а так как трудно было проехать через линию сприкосновения, то уехать в Крым, а оттуда уже куда-то спасаться, да вернуться в Украину какими-то окольными путями. Но, слава богу, что они отказались от этого решения, потому что потом появились сведения, что таких людей очень жестко фильтруют, там они в лагерях находятся и так далее. Поэтому, я думаю, что те, кто особенно в боевых действиях принимал участие, точно не хотят проехать через территорию России. Власти решили пока не запрещать въезд в Россию из Евросоюза. О как! То есть могут запретить еще. Представляете, их останавливают, кругом барьеры и говорят, мне все, народ жрать не хочет, из Евросоюза ничего больше везти не будет. В России заявили об обесценивании авианосцев вице-премьер Борисов. Да нет, обесценился крейсер Москва. Авианосцы по-прежнему остаются ценными, хотя это уже оружие прошлого. Что касается авианосцев, эти вопросы постоянно поднимаются на сочинских совещаниях. В принципе, развитие высокоточного оружия, гиберзвукового оружия иногда обесценивает все возможности авианосных групп, да не все возможности обесценивает. Начнем с этого, да. Но это, конечно, оружие прошлого авианосца. Но системы, которые будут носить на себе роботов, да, будут плавающие или какие-то авианосцы, да, или летающие авианосцы, они сейчас должны как раз разрабатываться. Те системы, которые, вернее, они сейчас уже должны быть готовы, не то что разрабатываться. А этим никто не занимается. Удивительно. Кремль переадресовал Минобороны вопрос об экипаже крейсера Москва. Да, уже столько дней прошло, как утонул крейсер. Стало известно 14 апреля. Сегодня 20-е. Ну, то есть, фактически неделя прошла, да, и родителям ничего не говорят. Им рассказывают некоторым, что их дети выйдут на связь. Они выйдут на связь, подождите. А потом кто-то приезжает и рассказывает, что на связь они никогда не выйдут, потому что они погибли. Кстати, основная часть командования крейсера Москва спаслась. Офицеры спаслись. А солдатики погибли. Матросы, вернее. Удивительно. Тут целая куча список тех, которым запретили въезд в Россию, шоумену Птушкину, кто такой, не знаю, на 50 лет. Монатику и Дмитрию Комарову на 50 лет и так далее. Ну, это я не что думаю, 50 лет будет существовать режим Путина, что ли? А в ассоциации. Специально мы всех вот этих Монатиков, Комаровых и Птушкиных. Вот я отсюда говорю, Птушкин, я не знаю, кто-то. А, Орел и Решка. Да, видел я такого парня, приличный парень. Знаю, кто такой. Вот. Монатик и Дмитрий Комаров. Что я могу сказать? Я вас приглашаю в Россию. Как только мы возьмем власть, всю эту хрень выкинем, вы будете почетными гостями. В Мариуполе пройдет шествие бессмертного полка. Ну, там уж надо этих новых, я говорю, сынов на полке нести. Там нужно будет Моторол, Лугиви. Там всех этих, кто в крейсере Москва утонул и прочим. Уже пора фотографии печататься. А если серьезно, представляете, какая мерзость, да? Представляете, город уничтожили. Огромное количество людей погибло. Непонятно за что. Что Путину потешить себя. Он хотел вот этот бессмертный полк провести в Киеве. Но обосрался, подонок. Разгромил Мариуполь, разрушил его нахер. И теперь они будут по разрушенному городу идти с палками, блядь. И еще не факт, что будут. Там сейчас Азов, я думаю, еще воскреснет. Они еще узнают, блядь. Жесть вообще, что происходит. В телецентре Останкино произошел пожар. Жаль, что не весь сгорел этот телецентр. Это прям очень жалко. И еще напротив, пожар был сегодня напротив мэрии, ну, этого, бывшего мостсовета, да, сейчас мэрия Москвы, старое здание. Которое на Тверской. И российский детский сад призвал родителей приносить свои продукты для столовой. Как в том анекдоте, помните, когда в советский период мужик приходит в магазин и говорит, а положите мне килограмм еды. И ему говорят, ну, принесите мне, взвесьте мне килограмм еды. А он говорит, ну, принесите нам килограмм еды, мы вам его взвесим. Так вот и здесь получается. В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в меню школ. Ну, прекрасно. Там в меню школ были импортные продукты. Импортная вода, наверное, была. Помните, как из фотографии из Питера, когда чашка, налита вода, больше ничего там нет. И написано суп. Суп такая, чашка с водой. А что смешного, я не пойму. Да все смешно. Ну, разве вот вы не видите, так сказать, что это абсурд? Что это театр абсурда, да? А в театре абсурда всегда смешно. Даже когда трагедию покажут, ну, там, какой-нибудь в ожидании год до. Ну, смешно, да? Давай повесимся. Предложение такое. Самое разумное предложение. Давай повесимся. Поэтому, Василий, давай убьемся, стрельнем. И все взорвем, и сами взорвемся. Хоть бы Иисус пришел. Ну, вот сразу же после ответки и придет. Какие проблемы? Вячеслав, только что у Венедиктова в прямом эфире я Муратову задал вопрос. И наступило ли время для революции? Верхи уже не могут, не за них хотят. Ответ меня шокировал. А в чью пользу? Ну, понятно, конечно. Конечно, они боятся революции. Представляете, как хорошо живется Муратову, Венедиктову. Какая революция? Они что, так будут хорошо жить, если будет революция в России? Конечно, нет. Кому они нужны будут? Сейчас их там Газпромы кормят, Чемизовы кормят. Кто хочет. Газпромы кормят, Чемизовы 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 кормят.